Привет, народ! Сегодня с вами снова я, Евгений Пугач, с канала Бариатрия от Адуя. Давайте сегодня с вами поговорим о жестоком плато и то, чем я занимаюсь на данный момент. Рассказываю, у меня произошло плато, которое я ничем никак не могу спустить, то есть это слово совсем. Те, кто не знает, я бариатрик с большим стажем, я сделал две бариатрические операции. Первая слив, вторая шунтирование. Шунтирование я сделал примерно через 10 лет, как я сделал сливы, потому что у меня сломалось, я в прошлых видео рассказывал, и можете посмотреть. И небольшой, и маленький такой дисклеймер. Я не врач, я не имею медицинского образования, но при этом я бариатрик со стажем, и я ни в коем случае не даю никакие медицинские советы, я конкретно рассказываю свой опыт. И те витамины, которые я принимаю, кстати, в описании есть ссылки на них. И то, что я вам рассказываю, все обусновано на моем конкретном опыте. Да, с разрешения моего лечащего бариатрического диетолога, но ни в коем случае я не хочу вам давать никакие медицинские советы. Вы все делаете на свой страх и риск, если вы решите повторять мой опыт или нет. Так вот, что же у меня за плато? У меня почему-то как-то очень непонятно. Я не мог пробить 100 килограмм. То есть доходил там 102, и все, и прям стоит вес, и никак не хочет. И в последнее время я заметил, что у меня вес начал подниматься, а конкретно на сегодняшний день мой вес составляет 107 килограмм уже, хотя почти три дня тому назад он составлял 110. И я думаю, что лед тронулся. У меня получилось сбить плато, и чем получилось сбить? Кето-диетой. Теперь, если вы хотите делать кето-диету, и вы бариатрик, то мой вам дружеский совет, меньше чем год после операции даже не приближайтесь к этому. И вообще, перед тем, как начать какую-либо моно-диету, я сейчас не говорю, что кето-диета – это самое идеальное, с моей точки зрения она идеальная, она доработает. У меня есть тоже опыт кето-диеты. Я как-то на кето-диете скинул около 30 килограмм за месяца 2 или 3, что-то такое. И я хочу вам сказать, что у меня это работает, да, но есть также и минусы. Поэтому прежде чем начинать что-то, вы должны конкретно понимать, что вы делаете, как вы делаете. Самое главное – получить рекомендацию у врача. Можно вам делать кето-диету или нет? Кето-диета очень интересная, но мы сейчас не про это. Мы еще будем говорить о жестком плато. Если вам интересно, можете следить за моими видео, а конкретно подписаться и нажать на колокольчик. Не для того, чтобы у меня было больше подписчиков, а для того, чтобы вы просто не пропускали следующее видео. Я буду вам в следующих видео о кето-диете рассказывать, как у меня йод продвижение получилось, или мне пробить 100 килограмм или нет. Но, в принципе, как-то так. Мой такой еще дружеский совет, когда вы начинаете ваш бариатрический путь, и вот у вас, грубо говоря, вес там, не знаю, 200 килограмм, а у вас цель – это 90 килограмм. Не надо ставить себе окончательную цель. То есть у вас должна быть окончательная цель, но не забывайте делать некие промежуточные остановки по некоторым промежуточным целям, некоторые промежуточные достижения, потому что без них будет работать, это очень плохо. А конкретно у меня в случае, как всегда, кето-диета помогает. Она уже сбила жесткое плато. У меня был вес 108-110, но никак не мог его сбить. Вот сейчас уже получилось 107. Так что, дорогие мои, следите за мной. Если вам это интересно, я буду вам рассказывать, что у меня и как.